Итак, мы сделали новый редуктор. Редуктор поперечный, то есть он выглядит вот так. Вы имеете возможность настраивать скорость винтовки, не скидывая давление с винтовки. Так как этот редуктор позволяет вам регулировать скорость самим непосредственно, то я на заводе на скорость настраивать не буду. Я буду совершенно откровенен, сказав, что это просто экономия времени. Нет никакого смысла мне настраивать на какую-то скорость, если в 95% случаях вы будете с этой скоростью играться сами. И, соответственно, за редукторное давление мы настраивать тоже не будем. То есть сборка идет таким образом, что мы примерно их собираем, отстреливаем, смотрим лишь постоянство скорости, чтобы не было натекания, не смотрим на скорость редуктора, потому что редуктор вы можете перестроить сами. И этот резервуар считается годным, и мы его отправляем вам. Значит, для того, чтобы посмотреть, какой может быть разбег скоростей, вот у нас сейчас собрано здесь 6 резервуаров, и мы сейчас их отстреляем все и посмотрим, какой разбег. Андрюха, дай мне ключ, пожалуйста, для редуктора. И я вам сразу покажу, как регулировать и увеличивать скорость. Спасибо. Так, ну вот такой ключик для настройки редуктора, то есть он вот здесь в положении 4 отверстия, 4 шпилечки, вот таким вот образом, и крутится. Я пока, честно говоря, не решил, будем ли мы эти ключи вкладывать, потому что, ну я, откровенно говоря, не вижу смысла, потому что вот эта настройка может быть осуществлена и вот такими круглогубцами, то есть вот вы просто их сюда вставите и спокойно точно так же крутите. Поэтому ключа в комплекте, скорее всего, не будет. Для сервиса будет, для пользователя нет. Итак, поехали. Резервуар номер один. Какое давление за редуктором, я не знаю. Сань, ставь так, чтобы скорость видно была. 223. 222. Теперь смотрим. Давление за редуктором. 100. Теперь я покажу, как оно регулируется. Куда я крючки ему? Сань, камера не крути. Значит, по часовой же мы поднимаем, да? Сань, по часовой поднимаем. Теперь смотрим. Вот я его поднимаю, 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 поднимаю. Вот, скажем, сделал его 130. Смотрим скорость. 243. 252. Еще смотрим. 249. 249. Ну вот, редуктор встал 135. Он встал на свой рабочий режим. Все. Следующий резервуар. Точно так же. Не знаю, какое за редукторное. температура. 187. 196. Смотрим у нас, какое давление. 75-76. Поднимаем. Чуть опущу. 130. Смотрим. 240. 240. Хорошо. Следующий. Не знаю, какое за редукторное. 252. 252 за редукторное. 144. Соответственно, мы можем немножко уменьшить. 252. Но там было уже такое же давление. А вот сейчас меньше будет выстрелов. 235. И давление за редуктором 103. Следующий. 233. 232. Давление за редуктором. 116. Снимаем. 130. 241. 242. Есть. Следующий. 229. 227. Давление за редуктором. 109. Примерно так. Там было такое. 240. 240. 127. 126. Отлично. И еще один. Сейчас в магазин набью. Что-то не подготовился. Значит, сразу говорю. Вот эти вот манометры. Их на винтовке не будет. Ну, во-первых, это неудобно. А во-вторых, нафиг не нужно. Это мы просто сейчас для тестов ставим. Вместо манометра будет заглушка. И кто хочет именно точно знать, то манометр можно ставить вот сюда. Вот где у нас спуск воздуха с резервуара. Можно сюда поставить переходник. И на этот переходник поставить манометр. Для кого уж очень нужно. Ну, в принципе, можно и сюда. Так, погнали. Опять же, не знаю, какое давление за редуктором. 259. 255. Давление за редуктором 147. Значит, нам надо его уменьшить. Делаем выстрелы, смотрим давление. 254. А это было там уже за редуктором. Сейчас смотрим. 238. И еще раз. 225. 229. 228. Все, стабилизировалось давление. 111. Таким образом, как я уже сказал, на скорость настраивать будете сами. Для этого даже вам манометр не нужен. Вы будете просто смотреть по хронографу в нужную вам скорость. Мы проведем здесь некоторые такие исследования и дадим табличку вам в зависимости скорости от давления за редуктором. То есть, примерно. Вы будете представлять, что на такой-то скорости, на такой-то длине ствола значит давление за редуктором такое-то. И совершенно спокойно, без манометра будете обходиться. Будут вопросы, пишите. И этот редуктор, на мой взгляд, мы проводили очень много исследований. Мы больше полугода с ним работали. На мой взгляд, он намного стабильнее, чем редуктор предыдущего поколения, который мы использовали. И самое главное, он позволяет вам оперативно регулировать скорость именно на клапане Леши-2, где отсутствуют ударники и регулировка традиционная для многих поджима пружины ударника. На мой взгляд, это очень удобно. Но там уже, опять же, статистика больших чисел покажет, прав я или нет. А 20-летний опыт работы мне говорит о том, что я прав всегда. Всем пока!